Первая группа ушла, сейчас тут фоткаемся. Следующая наша группа будет. Привет! Всем, всем, всем. Я вообще не красусь никогда. Только губы на съемке или на фотосессии. Мам, у кого-то пыль нет, у меня даже туши нет, у меня даже тонального крема нет. Смотри! Мы на кастинге. Смотри, 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 мам. Смотрю. Круто. Круто, круто, круто. Спасибо. Мы с кем-то сделаем эфирчик. С кем-то с кем-то. Да. Вот сейчас будет кастинг на съемке видеоклипе Станислава Ярушина, его новой песни. Клипе. Ну, песня новая. Клип на эту песню. Станислава Ярушина, его новая песня. Интересно, а если это не мама-мама? Угу. Нет, вот тебе вкусы. Да там из ста детей выберут 30, там где типа сзади детский хор. Вот. Поэтому деток много будет. Ну так, чисто для массовки. Ну, для начала пойдет. В солярий часто хожу. Уже пять лет хожу в солярий. Сама по себе очень бледная. Не люблю свой цвет кожи. А у меня в такой степени бледная, что у меня вены бледные. Поэтому я сюда хожу в солярий. Знаю, что бредно. Бла-бла-бла. Но я и так много чего не бредного делаю. Поэтому хочу и хожу. Сын будет участвовать? Да, конечно, сын. Не я же. В клипе Стас Иерушин. Там песня такая. А, нельзя звучать песню. Ладно, потом покажем. Спасибо, спасибо. По поводу, спасибо. Сейчас вы, да, пойдете? Танцовый сон. Сон на работе. Танцовый сон. Ага. Иди, смотри, краска. Хай ты уже волосы свои постоянно поправляй. Ну, надо было сделать, чтобы не было. Я люблю тебя. Спасибо. Очень милая. Очень милая. Мой хвостик. Девочки. Мам. Я знаю, что Руслан с сыном похож. Мне это говорят каждый день. Мам. Поставь и присадочила. Давай посмотреть кому-то пример. Ну, значит, хорошо. Что одни девочки, значит, тебя 100% выбрать. Давай. Она акробатка. Мам. Ну, что ты... Девочка. Пойдем. У меня выбраться мальчик. Вот. 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 О чем я мечтала в детстве. Ё-моё. Мама. Почему ты не занималась мной? Очень-очень жаль. Я бы по-любому все изменила. Вот так вот оба бахала. Пойдем. Пойдем. Я просто хочу. Ой, круто. Верните меня в детство. Я буду все делать. Ммм. Я маму просила, просила. Я никогда не все время была в детстве. Мам. Пока мальчиков нету. В Москву нету. В Москву лечу 25-го числа. Нет, 27-го. Мальчика пока нету. Ну, я буду там сутки ждать перелет в Доминикану. 28-го февраля я улетаю на Страбах. В свой фитнес-тур с девчатами. Вот. Так что в Москве буду сутки перед полетом. Ну, приеду часа буду отдыхать, спать. Потому что лететь 12 часов. Хочу попробовать перенастроиться, чтобы прилететь и уже попасть в их режим. 28-го. Почему? Почему волосы сняла? Ну, потому что они уже доросли до моей длины. Вот. И я не вижу смысла наращивать волосы такой же длины, как и свои. И хочу новые. Чуть-чуть покрасилась. Вот такой цвет. Вот. Решила шуршуть изменить себя. Да. В Доминикану наше смотришь, да? Да, Артём. Тут на фест. Два раза сказал. Тут на фест. Ну-ка. А на сколько подъезжаешь? На семь. И вечер. Ты не уедешь. Я тебя не опущу. Не опущу. Не опущу. Не опущу. Не опущу. Да я тебе отдохну хоть. А! Чуть-чуть. Ну, что ты делала, Артём. Аккуратнее. Нельзя себя вести. Всё. У меня раздел. При всех. Думаю. Про имя, да. Пост есть. Наберите решетку. Цитурян. Имя. Там будет пост. Будет продолжение моей жизни? Конечно, будет. У меня знаете сколько этих историй? Я про одну беременность и роды могу рассказать на дня два, наверное. Очень много. Очень. Начиная от рождения и заканчивая, мне кажется, не знаю, книги не хватит. Угу. У меня к вам такой вопрос. Можно ли утром завтракать бутербродами, хлеб, пороженого сыра, свежего огурца, семги с саба соленой? Ну, если вы этим найдитесь. Завтракать. Ну, я бы это оставила на второй завтрак. На первый вопрос. Здравствуйте, здравствуйте. Стрижься покороче? Нет, конечно. Вы что? У меня была стрижка боб каре. Мне хватило. Я ее отращиваю уже два года. Да. Почему это резинка? Ну, мне так нравится. Я ее больше не хочу. Классная, когда мама бралась. Только бутерброд. Долгий меня прижал в стороне. Нет. Ну, вот. Точно. Детям. Вот. Мам, у меня еще зелено-серый. Я никого не знаю. Мам. У меня еще зелено-серый глаз. Угу. Угу. А был толпы семи-серый. Ой, толпы семи-серый. Ой, толпы семи-серый. Скажи, пожалуйста, минусы нарушенных волос. Нету минусов. Портятся свои. А так нету. Ну, портятся они еще и это крашеные. Видите, все поломанные, переломанные. Здесь такой волос. Здесь такой. Здесь внутри вообще коротющие. Как бы, ну, не знаю. А ресницы вообще. Вот они. Были вот такие свои. Остальные такие. Тем, ну, мне неудобно. Что-то на меня облокотилось. С мамой совсем не очень отношения. Там отсвечивать будет. Потом сфотка. С мамой отношения, ну, просто обычные. Привет, пока. Как дела? Ну, хорошо. Ладно, давай. Пока. Все. На фитнес-тур мест больше нет. Ну, сейчас, так как уже все через неделю. Очень дорогая путевка. Выйдет вам в тысячи, так, девяносто. Вот. А была 65. Опять. Опа. Хорошо, я тебя потом сфотку. Подружки у тебя есть? Да. Да? Да. Какой-то там. Тебе я не знаю. Подружки. О, один пацан. А что ты ее не знаешь? Потому что не знаешь. Нормально. Нормально. Знакомиться вообще с подружками. Своими. Какие процедуры делаю? Да, никаких я не делаю. Один пацан пришел. Ой, боже. Так, куда позовут, на рекламу приду. Что-то там мне поделают. Не знаю. У меня проблем с кожей особо нет. И только, действительно, она сухая. Потому что я часто в солярии хожу. И все. Ну, в плане там каких-то прыщей, угрей, там, сыпи. Не знаю. Ничего нет. Только ФМС бывает там на лбу. Парочку выйдет на лбу и вот здесь. И все. Больше у меня нет никаких проблем. Самочувствие, антибиотики были. Да, уже второй курс антибиотиков. Потом будет третий курс. Вот. Почти месяц на антибиотиках. Самочувствие, ну, такое нормальное. Слабенькое, ну, более-менее. Как часто будут подобные туры. Но сейчас я буду сотрудничать с очень хорошим агентством, которое именно специализируется на фитнес-турах. Вот. У него там работала Катя Шок, Ольга Волкова, по-моему. Ну, и все такие топовые спортсменки, чемпионки Олимпии. Все проводили у него туры. Туры у него чаще всего по Европе. Мы с ним договорились следующий. Да я, Артем, вижу. Мы с ним договорились следующий тур проводить. Будет в июне в Хорватии, в июле в Словении, в августе на Альпах. И, наверное, осенью на Канарах. Вот. Туры будут проходить каждый месяц. Июнь, июль, август. Там по поводу... Ну, в октябре у меня соревнования, там я буду смотреть, исходя уже из соревнований, как у меня получится. Вот. Будет вилла, будет личный повар, короче, будет видеооператоры, съемки постоянно, фотосессии. Ну, естественно, тренировки, контроль питания, семинары и активный-активный отдых. Путешествия и так далее. Вот. Тренировки в горах, тренировки на островах. Ну, в общем, будет очень-очень круто. Вот. Попозже, как уже точно все утвердим, а выложу подробную информацию о том, где можно посмотреть, как проходили их ранее фитнес-стуры. Мои фитнес-стуры. Ну, у меня пока один был, а сейчас будет второй. Вот. Так что, я думаю, будет очень-очень интересно. Да, очки я в машине оставила. Полностью волосы. Сейчас покажу. Вот. У меня буквально. Полностью волосы. Ну, да, очень. Немножко. Вот так. Вот такие болезни. У меня сильно холодный не идет. Этот, так, я жду, пока он чуть-чуть подсмоется, и чуть потеплее станет. Я помилировала корни. Стало более-менее симпатично. Артем 9 лет, мне 20. 20. 27. А мне тогда почти 27. А мне почти как-то 29. А мне почти 27. они были же видео на страничку с который т.д. в черном костюме на каблуках танцуешь возле пилона в черном костюме на каблуках но я не помню такое видео каким оттеночным шампунь убираешь учитывать мне все в салоне делали но у меня есть какой-то оттеночный шампунь я не помню как он называет сколько к тебе одеть профессиональный короче а сколько у тебя детей ни один ребенок поскольку ты напиши пост природы я писал по-моему дописали ему вечно читал а где сколько родила родила в шестнадцать артем к руслану относится как ты относишься к сону нормально конечно они общаются они вообще друганы номер один спасибо большое рассказать про роды ой вы сразу рожать перехотите если начну про роды рассказывать о чем не напаливайся что кардиосиловину лучше почитать один день и делать разума брите решетка цитарян кардио подробная информация это красиво научилась танцевать не умеет танцевать на пиловлю что ли трюки выполнять сама лучка сама тоже отдельная история где-то она есть там представить все ответы на ваши вопросы есть в ленте если вам очень интересно можете пролистать почитать вот а так если у вас вдруг нет времени тогда извините в директор пожалуйста не надо меня спрашивать потому что мое время тоже как бы я сцениваю сцениваю свое время я сцениваю могу отвечать на те вопросы которые уже написаны по сто пятьсот раз директор пишите напиши про имя почему рита во сколько родила что ты ешь про добавки про тренировки листайте ленту там все написано поэтому большая просьба и тем как написать в директор подумайте серьезно у вас вопрос жизненно важный он для вас потому что вы отнимаете мое время но мне очень дорого и за вас я могу пропустить что-то очень важное хочет может у меня с программу заказать его пропущу и так далее за того что у меня много-много-много всяких сообщений поэтому не надо выращивать про погоду про переезды про трусы про носки про лампочки про шампуни про расчески и все в таком блоке вас очень пишу потому что у меня артем сколько у меня сколько я дней уже разгребаю сообщение это больше тех дней с утра с утра а ты про это с утра до ночи примерно 12 часов ночи я просто сижу и разгребаю ваши сообщения у меня сын про мам пойдем там посмотрим со мной телевизор я не могу он опять и свои сообщения разгребаешь вот я даже свое свободное время с 10 вечера до 10 вечера я работаю 10 вечера я сижу и до часу ночи разгребаю ваше сообщение хотя встаю я в 8-7 утра поэтому я не могу я такой человек я не могу отклонить мне совесть мне надо ответить если мне написали значит я должна ответить не могу отклонить и все равно беру отвечаю одному второму третьему четвертому муж ругается говорит вик ну ты прикалываешься и будет миллион когда ты чё каждому выше отвечать я буду каждому отвечать ему ты больная что делать нечего ну что она там про трусы и по носке спросила но отклониваю нет я не могу ли там как переехать как найти квартиру как где взять мотивацию там и так далее как вы познакомились с мужем как ты начала выступать как просушиться как убрать бока я сижу на это все по сто раз отвечаю отвечаю у меня уже говорим можешь бесит совсем просто вокруг поэтому прежде чем что-то спросить подумайте много-много раз нужно она вам прям вот так жизненно важно необходимо или нет спасибо большое за понимание брови напыление все в следующем эфире все нам надо рассказывать не надо рассказывать пожалуйста часто в безошвоз нет я вообще стараюсь не стричь что лучше куш на завтрак ну конечно кашу если скакать на скакалке жора похудеет я не знаю жора вашу пусть и работа трус на машина я не янечко привет ли ведь мошенник сказка там не лень хочу парни который пускает вам не кажется что вы вас воспитали женщина который вам ничего мужского не заложили ваш маленький мозг либо вы малолетки пасы их скажи как с губами привыкла быстрый динфилю да быстро нет здрасте каким препаратом подкачиваете всегда разными каждую полгода меняла препаратов немного лучше без ресницы макароны можно до гречневый сортов как относишься к как дополнительно положительно сколько ты набрала за беременность забеременела когда я была 45 килограмм весила а рожала я 68 килограмм вот насущенная жизнь умеешь рассказывать спасибо большое привет скорее привет картина взрослая как у него поездочек преподавал на пилоне он все телезвонил а ты вытаскала на 3 ой нет да были времена да это смоленске было то мы рядом жили вот ему было сколько тебе было года четыре наверно а я преподавала пилон и бегала оставляла его одного приходилось и бегал на тренировке вот он название мама когда придешь обещал себе на работе иногда приходилось конечно брать его с собой вот чтобы одного не оставлять и вот он там постоянно мешался крутился и крутился бегал девчонкам приставал к моим любителям глазки построить с четырех лет ой кошмар так куда поделась большого он смотри ир какой ты тоже родила видела молодец поздравляю остановить самый дешевый крем очень жирный душ скажи пожалуйста так как делать депиляцию сюда я не делаю депиляцию не делаю шугаринг не лень я ничего не люблю делать не краситься не люблю ходить на всякие процедуры меня есть куда-то пойти что-то делать то вообще очень люблю тратить на это свое время шугаринге не делал потому что нужно ждать пока отрастет лазер я не делал там что же каждый месяц ходить полгода чтобы какой-то эффект не лень тратить каждый месяц на эти процедуру вот мне проще бриться и все то что в день каждое утро когда принимаешь где мой папа мне не было никогда папы я не знаю не знаю что такое папа я знаю с 8 до 16 лет я практически жила одна с отчимом я жила и с отчимом мамой иногда вот мама работала за границей по полгода в год видела я ее по три месяца так потом 16 лет мама оставила работу за границей я тогда забеременела и она тоже забеременела тоже час на кефире со трубями семенами на перемотан похудеть реально вы понимаете что похудеть можно на любом продукте хоть на чем вы можете похудеться но как вы похудеете какие будут последствия после этого похудения что станет с вашим здоровьем после такого похудения вот это уже вопрос если будете худеть на одном кефире с отрубями вы посадите свой желудок кедрине фене так как отруби это клетчатка содержит в себе большое количество клетчатки клетчатки не переваривается в пользу организма так как она есть вы просто не забьете нахрен свой желудок и больше не сможете даже кушать я не знаю даже пить воду не сможете потому что ваш живот будет разрывать болеть сдуваться из-за того что вы его вот так вот так измучили своими этими диетами я говорю чтобы похудеть нужно кушать всего и по чуть-чуть и часто запомните в своих головах раз и навсегда никакие диеты никакое строгое ограничение ничему хорошему не приведет просто исключите алкоголь и пищевой мусор этого будет достаточно для вашего похудения вы исключите сладкое вы уже похудите на 3 кг за месяц просто исключив сладкое майонез и мучное как вы это не можете понять зачем вы мучите свой организм для такой степени я просто понять не могу для чего вы готовы не жрать сутками мучиться но зато пойти в конце недели и все это просто вот так вот по щелчку пальцев вы пойдете я же не ела ничего я же худела я же могу себе позволить и идете куда-нибудь в яйцо, роллы и так далее вы никогда так не похудеете вы просто возвращаете все обратно в двойном объеме потому что организм был в стрессе все это время пока вы его дрюхали всю неделю а потом он все это забирает про запас он не отправит это все на переработку жира и так далее он все это отложит в галифейн, в вагаре и так далее поэтому духовно идти чем мало места и и ссать на другой стол нету этого больше поэтому ничему хорошему ничему хорошему ваше похудение таким способом не придет а хотела бы быть выше ростом? нет как бы дочка назвала? милана каким препаратом его подкачет? ювидерм милана мама же свидетель Леговы, там вообще сложно все но она некоторое время только свидетеля года 4 наверное ага ага каким кремом пользуешься в солярии? ну разными всем чем предлагают девчонки советуют пользоваться что ты хочешь от меня? что? сиди и жди почему все дети сидят спокойно ждут а ты от меня что-то дергаешь, я не пойму ты просил купить, я тебе купила играться или ты лялечка, мне с тобой сесть поиграть что ли? маленький мальчик почему все дети сидят за родителей спокойно, не дергают а ты меня дергаешь объясни тебе 10 лет, мне сесть с тобой играться уже 10? а сколько? сам тогда да ну я сижу, от счастья у меня дергаешь, 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 дергаешь и что? где начался, за вами придут и вас сейчас заберут где он начался объяснил что? а сколько? через 5 минут начнется зачем ты пьешь? что я ничего не пью? как ты относишься к бучу? отрицательно отношусь к каким-либо диетам таким как буч и так далее по отрицательно отношусь к голоданию ко всему я к такому отношусь отрицательно я считаю, лучше всю жизнь просто держать свой рот на замке от пищевого мусора, от алкоголя и прочей хрени чем мучить свой организм всякими голоданиями, бучами и тому подобное можно сказать про беременность, я не помню такое забудешь конечно беременность была, ну такая нормальная действительно тяжелая вот, но роты были тяжелые пошла рожать 42 недели на неделю позже чем ставили срок пришла, приехала в больницу начались схватки схватки длились полтора суток нельзя было сутки ничего есть меня отправили в предродовую где уже все девочки лежали рожать в общем, у меня не отходили воды меня позвали на прокалывание пузыря где было 20 аспирантов ой, не аспирантов, а интернов девочка на мне пробовала проколоть пузырь мне 16 лет, кровь херачит вокруг 20 интернов я лежу ноги на раскорячку он ей показывает так берешь два пальца и прокалываешь она пробует, пробует ой, что-то у меня не получается я лежу у меня схватки херачат мне больно она опять показывает у нее опять не получается короче, на третий раз у нее получилось и она такая стоит в ладоши хлопает ура, у меня получилось проколоть пузырь я лежу на ней молодец не спускайте меня я корова 68 килограмм ноги как у свиньи аж косточек не видно было очень большие отеки были вот, но мне почему-то моя братушка гинеколог не сказала что у меня все все нормально, все нормально спустилась я два часа нужно было ждать пока отойдут воды нельзя было ни сидеть ни лежать только стоять дали какую-то херотню простыню, короче чтоб туда все стекало я ходила вот так вот вдоль стеночки схватки долбанут я встаю вдох в выведах отпустила опять иду вдоль стенки иду держусь опять схватываю опять встану так два с половиной часа отошли воды матка не открывалась мне поставили стимулятор капельницу лежала я с этой капельницы начались очень сильные боли потуги уже все родили просто человек, наверное, десять родило я последняя время четыре часа уже пересменка уже прошло полтора суток моих мучений ничего есть нельзя было все это время можно было пить только почему-то гранатовый сок вот я выпила сок меня положили на капельницу у меня начались потуги я думала я сдохну я лежала у меня фитили слезы и у меня уже никаких сил не было я просто про себя молила господа говорю господи пожалуйста дай мне силы родить мне все равно что со мной станет просто дай мне силы его родить и все и было до такой степени больно что у меня весь мой гранатовый сок вышел обратно потому что боль была прям до тошноты вот вот потом я позвала агушерку говорю мне кажется я хочу в туалет по большому она такая ты рожаешь дорогая моя деточка я хорошо встаю такая вся бледная у меня анемия малокровие очень низкий гемоглобин был раньше и пошла я рожать чуть ли не в предпотерянном таком состоянии вот вот и когда я села на кресло у меня как будто знаете такое второе дыхание открылось и я такая говорю так что сейчас делать а не дыши я такая хух-хух сейчас что делать а не тушься потужилась сейчас что делать а не дыши а сейчас что делать тушься и так раз пять короче и за восемь десять минут я его родила вот родила не разорвалось ничего никаких шков мне не делали но у меня там так жестко все пухло что бедные врачи когда смотрели они такие я вижу что они пытаются сдержать свои эмоции но они не могут там просто будет жесть ну кстати я весила сорок пять килограмм еще меньше чем сейчас была забеременела родила пятьдесят шесть сантиметров четыре килограмма три девятьсот тридцать почти четыре килограмма там такой вообще бутуз был такой богатырь я не знаю как я его родила это что-то реально что-то с чем-то и они такие ой молодец какая всегда у меня все в больнице ставили вот вот посмотрите девочка молодая не кричала все слышала спокойно полтора суток еще и схватки терпела а вы взрослые мамашки не можете потерпеть орете как бешеные материтесь постоянно вот берите пример вот ну короче у меня там все хвалили все было хорошо потом я заболела у меня был герпес вылечила мне его не приносили на кормление я плакала лежала мне было так грустно меня переложили в одну вот я учила ЕГЭ у меня тогда была в одиннадцатом классе вот лежала учила готовилась к ЕГЭ потом день выписки мой муж забыл про нас чтобы вы понимали я жду а никого нету к нам выписываться а никого нету я звоню маме говорю мам приедь забери мама беременная тогда еще была мама приехала забирать я еле как бы звонила своему бывшему мужу говорю ну как бы нас забирать надо было ну о шариках о торжественной встрече о фотосессии потому что было вообще не мечтать приехал в говно пьяный муж просто в хлам всю неделю он рухал как чмо последнее белые брюки белый в свадебных брюках и в свадебном пиджаке бомжара грязный как я не знаю кто и в таком виде он приехал забирать нас с роддома я там просто хотела вот под землю провалиться прям там сука лучше бы ты не приезжал ладно забрал это позорище нас приехали домой мама со мной побыла три дня показала как там эти пленки ты той ни хрена не поняла короче и все ее положили в больницу ну уже готовится к родам потому что она родила через месяц ее забрала и осталась одна со своим чудом мужем вот это было что зачем то я вообще не понимала что с ним делать как его пеленать я помню я так психовала у меня ничего не получалось я его заворачиваюсь он у меня очень такой весь активный постоянно дергался я его заворачиваю эту пеленку постоянно ее разворачивает короче своими руками постоянно что-то машет все блин как его купать он же такой крохотно этот придурок боится вообще даже подойти к нему я короче кое-как заставила его помочь мне ой кое-как научилась ну благо молока было хоть убавляй я кормила троих я в итоге кормила еще своего брата иногда когда меня с ним оставляли и маминой сестры дочка родилась двойняшки мы втроем родили по очереди и кормила еще и йог я с одной сиськи восемь струй была и с другой сейчас подружка разговаривала она беременная говорит блять у меня ни одни лифчики не налазят кошмар какой-то что делать я говорю мне даже когда я беременная была когда родила у меня даже мамини лифчики стали маленькие у меня третий три с половиной был размер чуть ли не четвертый очень много молока было его хватило до четырех лет я его кормила до трех с половиной почему не смогла отучить от кормления потому что он у меня когда плакал очень сильно закатывался синел и не дышал вообще все три года пока жили в Хабаровске как он родился они вылазили из больницы девочка тоже одна пишет вот дети маленькие мы постоянно по этим больницам я уже устала я говорю вы думаете у меня такого не было я три года в больницах провела я говорю я знала каждое заболевание наизусть и как его лечить бронхит отит стоматит кишечные какие-то палочки постоянно какая-то херотня была короче я просто знала все наизусть вот я пыталась его отучить от груди но у меня никак не получалось первый раз мы легли в больницу ему было три месяца ему ставили диагноз ДЦП представляется мне 16 лет моему ребенку он ставит диагноз ДЦП вокруг дети в инвалидных колясках понимаете меня трясло там вообще я очень переживала по этому поводу слава богу все обошлось он просто до трех лет у меня тоже так было я тоже в детстве до трех лет плакала синела не дышала и получается тот момент когда я пыталась его отучить от груди он постоянно закатывался синел короче глаза закатываться не дышит до трех лет я торчала постоянно в больницах постоянные укуны постоянные антибиотики как мне было его успокаивать конечно мне проще было дать ему сиську чтобы он успокоился поэтому я и до трех лет не могла его отучить никак я помню лежала с ним в больнице и заразилась от детей у меня воспалился мой гайморит бронхит и отит мне нельзя было его кормить я намазала грудь зеленкой заклеила скотчем вот я говорю мама дайте я говорю сыночка нельзя и он так плакал блин да потери пульса потом меня забрали в больницу мне было 17 лет почти 18 исполнялось я думала 18 лет отпразднули свой день рождения я там понапредставляла себя ага 18 лет и праздновала день рождения в больнице в инфекционной с гайморитом с отитом и с бронхитом и с кучей-кучей антибиотиков вот меня положили а его оставили в больнице я там так рыдала горе папашу попросила лечь с ним ну хоть он там с ним полежал более-менее все это выздоровели вышли все все свое время я провела с ним в больнице я не могла отучить его от груди просто даже в силу возраста в силу в силу то что я не могла терпеть и смотреть как мой ребенок после каждого укола закатывается до посинения или когда вы лежите у вас в палате по 5 человек лежит твой сын только заснет другой аааа естественно твой просыпается начинает орать как его успокоить конечно я дам ему сиську чтоб мой сын успокоился вот поэтому вот такие дела были что еще раз жили мы я помню девочка написала со мной жила квартиранка жили мы в трехкомнатной квартире в маминой вот мама жила отдельно и две комнаты сдавала а мы жили в одной комнате с ребенком с мужем бывшим вот а другие две сдавали и с нами жили там то мальчики квартиранты то девочки как бы ну вот студентки и ну как бы было не очень конечно комфортно ну да ладно и вот мне одна это из девочек как-то написала говорит капец я говорю что смотрю на тебя говорит не могу понять что лицо знакомое я вспомнила я же у вас комнату снимала когда ты еще маленькая когда Артем еще маленький был и вы жили в трехкомнатной помню твоего мужа как бы он вечно пьяный приходил там какие-то разборки постоянно скандалы ты бедная там в 12 ночи эти полы вымывала как-то кормила Артема говорит как у тебя столько нервов хватало у меня Артем очень плохо кушал чтобы его покормить я не знаю мне надо было столько усилий предложить я что только не придумала он вообще не мог не есть он ничего не хотел есть и я придумала способ кормить его в ванной помню как-то кормила только в ванной пока он сидел там плюхался игрался с игрушками я ему хоп ложку помню на кухне клала ему на стол его игрушки всякие бутылочки все-все-все пока квартирант ну там помню она сидит такая кушает смотрит на это все а он игрушку кидает я поднимаю и пока поднимаю ему весело я ему ложку эту сую в рот он опять кидает я опять поднимаю пока ему весело я ему сую ложку в рот вот и она такая сидит смотрит на меня говорит как у тебя столько терпения хватает тебе наверное уже памятник надо ставить я пчелкнулась он кидает его поднимаешь он кидает и поднимаешь я говорю знаешь когда ты захочешь накормить своего ребенка ты не только это будешь терпеть вот когда мне говорят еще когда дети когда дети дети я все это помню прекрасно все это знаю и дети будут тогда когда я морально буду к этому готова часто спрашивают они боялась ты рожать там 16 лет я скажу честно что если бы я не родила тогда я бы наверное не родила вообще потому что тогда мне было это намного проще я не знала что меня ждет мне было интересно мне было ну как-то ну потолстела и потолстела ну растяжки и растяжки мне было все равно на мою фигуру на то как я выгляжу на какие-то те проблемы которые сейчас существуют и которые ты осознаешь и понимаешь что для жизни тебе надо то-то 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 пятое десятое сейчас конечно пока ты это все не осуществишь все по плану не выполнишь пока ты не будешь готова ну конечно какие могут быть дети я вообще хочу большой дом хочу выиграть все свои чемпионаты добиться каких-то высот в спорте и потом уже со спокойной душой и совестью идти в декрет вот поэтому сейчас я не готова ни морально ни физически ну материально готова вот а морально физически я не готова я не готова опять все заново начинать свое тело мне каждый раз присылают девочки фотографии после родов честно скажу мне очень жалко там такие животы там такие растяжки я не знаю это нужно столько трудов столько сил чтобы это все восстановить просто в молодом возрасте это все само восстанавливается как-то по истечению времени в течение четырех трех лет все приходит в норму а когда ты старше то все тяжелее намного через это все проходить тут нужны спорты нужно питание вот и я как бы не готова прицел мне все равно как бы есть и будет этот спорт и питание но когда ты уже привыкла к этому телу когда ты уже пришла и потом тебе бак заново дай бог у меня растрескается живот вообще вовсю я не знаю что я буду делать вот и поэтому когда я буду готова на такие жертвы своего тела тогда да мое тело мне нужно я не зарабатываю я выступаю я должна получать какие-то свои звания заслуги и как если я сейчас забеременею рожу как я дальше двигаться я не смогу дальше двигаться поэтому а я хочу я хочу пока я молодая пока у меня есть силы пока у меня есть возможности я хочу двигаться дальше хочу развиваться хочу добиваться всего родить я успела ничего страшного у меня первый ребенок есть а второго ребенка можно хоть 40 лет родить моя мама родила в 30 сколько ей было 37 лет она родила второго ребенка поэтому ничего не вижу ничего такого страшного я не делала буквы все взяли что у меня эта губа все вот это моя я не делаю ее уже год там даже белорона нет я только типа отправила вот тут и вот тут и все я не делала только я весы можно можно набирать мышечную массу при этом убирать жировую ткань нет зачем вам масса под жиром набрать массу и убрать жировую ткань это два разных процесса набор массы один процесс это профицит калорий и тренировки силовые на избавление от жировой массы это другой процесс это дефицит калорий круговые тренировки без веса на все тело как вы это одновременно сделаете никак нельзя сделать одновременно поэтому сначала уже избавляйтесь от жировой массы а потом сухую массу можно набрать можно строго следить за питанием это очень-очень долгий процесс постепенно постепенно в течение многих лет будете ее набирать но не за месяц не за два и не за три день у меня 21 октября кардио каждый день по часу можно накачать мышцы нет накачать мышцы кардио кислого слышала слышала да представляете я сейчас его слышу чума окончена кошмар вообще бедная обиженная женщина мне пофиг я ем сколько хочу и когда хочу я очень за тебя рада поздравляю могу тебе кубок вручить за это молодец очень повезло я тоже до 25 лет делаю что хотела и когда хотела у меня были идеально худые ноги идеально худой живот пресс но в один прекрасный момент халява кончилась ну наверное тебя тоже ждет когда-нибудь потом ты вспомнишь мои слова и поймешь что хвастаться нехорошо век век ну очень красиво без ресничек с таким цветом радость спасибо губы говно убери их убери возьми убери все проблема можно можно кушать мясо супа при похудении можно марки телефон samsung s8 галифы как убрать скачайте ягодицы скачайте квадрицепс скачайте задний бицепс бедра тренируйтесь комбинируйте силовые тренировки с круговыми постоянно постоянно тренируйтесь вы знаете сколько я тренируюсь я за два года только месяц тренировалась три раза в неделю все остальное время я тренируюсь каждый день 6 раз в неделю у всех все разное все тренировки разные поэтому кому-то подходят одни тренировки кому-то подходят другие кому-то эти тренировки не подходят кому-то это питание не подходит пробуйте ищите изучайте свой организм нанимайте тренер чтобы он обучал рассказывал показывал и все получится что-то вы без настроения ну как бы а что-нибудь тут люди сидят я не девочка 15 лет чтобы сидеть такая ахэ что девчатки ахэ я ж не буду так себя вести тогда спокойно жду с себя разговариваю рассказываю вот это не значит что я без настроения ловиадину жирную можно и грудку куриную можно а что делать если вес стоит полтора месяца наберите решетка сатурян вес встал там будет большой-большой пост на эту тему прочитаете и все поймете кастинг на съемки в клипе когда читмил можно проводить тогда не поняла когда можно читмил проводить а когда можно читмил проводить тогда я против читмила поэтому ну с этим вопросом не ко мне для меня было это важно знать я о кефире как раз вчера живу дико в душу Вика и последняя может ты снимешь пару-тройку видео с упражнениями дома по поедицам девочки все тренировки сняты и более двухсот в моем инстаграме набирайте решетка цеперян тренер вы настолько я не знаю если вам лень найти в инстаграме мои тренировки их очень много то мне кажется вам будет лень выполнить хотя бы одну-вторую часть из них очень много тренировок и дома и на улице и во дворе большая часть из вас просто пролистает да дай бог бы пролистала поэтому пожалуйста не надо меня просить снять тренировки я каждый раз снимаю каждый раз выставляю я не хочу толку выполняет может пять человек из трех ста тысяч зачем мне тратить на это время кому надо напишут мне заплатят мне деньги я потрачу время и отошлю эту тренировку я не буду сюда постоянно выкладывать для трех человек для пяти нет я не буду больше этого делать я уже много выложила много рассказала много показала все все абсолютно все по сто пятьдесят раз есть мой инстаграм ваша задача только пролистать и найти если вам лень стать искать эту информацию пожалуйста пишите вконтакте заказывайте программу я за денежку потому что время деньги это моя работа вы бесплатно не работаете я бесплатно тоже не работаю хотя в инстаграме я все это даю бесплатно вот вы тратите на то что я индивидуально вам выделила время на то чтобы вам рассказать показать выслушать вас сказать ваши ошибки и так далее поэтому либо так либо так есть два варианта конечно нужно считать калории если хотите похудеть почему бы руслану тоже не продавать программу для мужчин по набору массы питания упражнения блок я взяла в такую программу руслан пока готовится у него другая работа он готовится сам и занимается отдельной работой когда дойдет до этого он некоторым помогает составляет программы вот но у него уж такого опыта нету прям колоссального чтобы индивидуально каждому подбирать все люди разные когда он уже дойдет до этого момента когда он получит такой грандиозный опыт он будет создать опыта тогда да я не вижу смысла когда особо ничего опыта нету да он может сказать как то накачать как это накачать там что кушать и так далее но я считаю все равно нужно еще опыта набраться для того чтобы заниматься данным делом ну и какие-то получить какие-то заслуги в спорте там участвовать в соревнованиях и так далее через все это пройти понять только тогда уже готовить людей а так с интернами я думала у меня были роды ну да с разрывами родила нет я не родила с разрывами у меня просто все опухло до колена помисло еще пузо такое это было жесть конечно очень интересно чем-то схожим ну честно сказать мы схожи мне кажется с пол планеты земля мне кажется и вторая пишет что у нас схожи судьбы я открою вам чекрет судьбы схожи у всех у всех одинаковые ошибки у всех одинаковая жизнь все рожают все выходят замуж все совершают неправильные поступки и за счет этого да что-то в жизни складывается не так только никто ну точнее не никто только малая часть задумывается почему это происходит и как это исправить они думают что так и должно быть они не понимают почему что-либо повторяется почему что-либо происходит не так вот а те люди которые начинают об этом задумываться начинают анализировать свою жизнь а не жить так как вот просто встал пожрал посрал сходил на работу отсидел свои 6 часов 8 часов работы пришел пожрал посмотрел телевизор лег спать стал посрал сходил на работу пришел это пятница встал посрал пошел в клуб побухал потанцевал пришел лег спать с утра голова похмелился полежал потупил понедельник опять работа я считаю это не жизнь это это просто существование бессмысленное человеческое существование я считаю что обязательно у каждого человека должны быть цели в жизни какие-то задачи если ты работаешь да допустим да тем же продавцом иди цели ставь к тому что стать управляющим этого магазина если ты занимаешься ногтями иди к цели той чтобы иметь свой салон если ты занимаешься там кулинарии да иди к цели чтобы стать охрененным шеф-поваром открыть свой ресторан и так далее в любой сфере нужны какие-то цели которые нужно идти а не просто вот проживать эту жизнь вот за стандартный какой-то обычный заработок чтоб тебе хватало только сходить на работу на проезд и купить себе поесть вот постоянно нужно развиваться не получилось пробуй другое другое не получилось пробуй третье пофигу просто нужно действовать а не так вот сидеть и думать что тебе все само с неба свалится или думать что она вот так оно и должно быть просто это моя жизнь это моя судьба поэтому я так и живу ведите вы нахуй со своими губами достали вот мне нравится они смотрите у меня губы уже три года что вы блять докопойтесь до моих губ какие есть такие есть какие сделали с такими хожу я что теперь вырезать должна или что пойти сколоть сдуть какие есть такими хожу природа такие губы дала что я теперь сделаю что я не говорю что вы какие-то уебищные что ты там сидишь сейчас на тебя зайду посмотрю что у тебя не так еще и выставлю покажу приятно будет как у тебя пройдутся 300 человек 300 тысяч тоже могу это легко устроить поэтому прежде чем заходите высказывать свое мнение очень важное подумайте каково будет вам если я бы скажу свое мнение о вас все приехали а еще момент не вспоминай свое прошлое и так далее девочки мне как бы я ничего ни о чем не жалею да думайте что я его как-то вспоминаю меня это может я рассказываю ради вас ради того чтобы у вас появилась мотивация вы думаете что вы одна такая вот в чем проблема вы думаете я одна несчастная мне одной плохо я одна все время там с ребенком я одна по этим больницам я одна там за мужем замужем за козлом и так далее я показываю что это есть у всех это было у меня только ради этого чтобы вы посмотрели и поняли что это можно изменить только тем что если ты будешь над этим работать над собой над своей жизнью работать нужно только на работе работать нужно каждые 24 часа вообще по жизни наработать и действовать а не просто так сидеть и думать я для этого показываем у меня постоянно упоминаешь бывшего мужа такой спрашивать где? а им поминания я рассказываю да была такая ситуация да была такая жизнь да но сделала так так и и так чтобы люди видели понимали что что реально все изменить, реально сделать себя счастливой и превратить свою жизнь в такую, которую ты хочешь. Но только для этого нужно очень много усилий приложить. Ну, тут все. Сколько нужно употреблять калорий? Вы думаете, что я сейчас возьму, все брошу, начну считать и расскажу вам, сколько нужно употреблять калорий? Это нужно смотреть на вас, смотреть на ваш тип телосложения, смотреть, какой у вас образ жизни, какое у вас здоровье, сидеть, взять формулу одну-вторую, все это высчитать. Это работа. За работу платят деньги. Поэтому пишите, платите. Я вам скажу, сколько белков вам нужно употреблять, сколько жиров, сколько углеводов. посчитаю, выдам вам определенную программу и все вам расскажу. Скажите, Вика, у чего у вас права, Вика? У меня два имени. Наберите решетка, Цатурян, имя. Там будет первый пост, где все-все-все рассказываю и показываю. Ещё родить хочется, да, потом. Одни вы все умные, я смотрю. Расскажи про свадьбу с Русланом. А свадьба? Ну, ничего особенного. В платье после регистрации на лимузине поехали в аэропорт и полетели на Кипр. Всё. В свадебном платье, в костюмах или шампанское, в самолете по дороге. И отмечали замечательный день вдвоём. Какие деньги ты жила все эти три года? Где такие три года? На детские пособия у меня были две тысячи в месяц. Вот, я на них покупала памперсы, кормила грудью до трёх лет, а прикорм был тоже на детские пособия. Всё. Сама ела, не знаю, там, чё муж приносил с ресторана, он поваром работал, если его вдруг не увольняли. Вот, его увольняли раз десять, наверное. Ну, эфир заканчивается. Пока.